Девушки отдыхают 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 и это очень большой облик, чтобы получить этот праздник праздников. В Мольте, вместе с Даиет, он ученит на рынке картинка. В grandes милиям и ристократах они желают представление их древними. Мольте inventает этот жильщий жильщик, который будет армянами, а также о том, коммунистове, который просто обликнулся. И это важный жильщик, Он говорит, что у него маленький рамполь из миланской семьи, который любит порчеланами, армии и армии, но это удивительно, что его оттекает. Он рискует пешки росли, подавляя в кашпо. В общем, это почти объяснение, но, конечно, он хорошо. И так же, как вы знаете, это происходит. Они сказали, что в гости, что в Скипиглятву joined the first few лет, и в первые годы, в первые годы, они превратились в мир. Они так знают, как из Академика и Романтики. Они хотят, как из-за чего-то, виброе, и не ровная, и пульная, как у Романтики. Да, Кремона, Данек Илья Ранзоне, Фаруффини, Они большие споненты, но в мущество есть еще один искустор, Даниле Гранди, с его работой в Бетовен Гювинетт, который бронзов, который вибрается вибрация интерна, и который огромный искустор пласма с свободой, с удовольствием, с удовольствием. И Макияйоли. Макияйоли, которые, возможно, которые были из-за самых известных людей, которые были известны на интернете. Мы в Фиензе, в конце 50-х, в их логове, в качестве Микеланджо, и в Критике, в Диего Мартелли. И Макияйоли, которые были против коррекции, они были против официальства, против академии, но, в отличие от Макияйоли, они предлагают петли на петли, петли на петли, в стиле, на теле, в большинстве, и, на некоторой ширине, они, в большинстве, бухнями, в большинстве, Мы в Мосте, мы получили петли 90-х Телемаку Синьорини, Говани Фаттори, Сильвестро Лега, но также макияйоли, наверное, менее ноти, аграрный публик, но иначе значительно значительные. Боррани, Банти, Аббати, Сернеси, Канници. Сумма, есть настоящая Фирензия, в 60-70х, вели салюты Палазо Мартиренко. КОНЕЦ 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 Почти, народы, умилы, и работают в сцене, вытянутся, как вытащают, как я переимуществ, например, Ангелой Нганни, что главный птёс-брешенью из-интитута, с таким образом, как я очень рад, что с ломать юные дни of кученичного брызганского брызгана. Это каждый кадр у нас в Брешене, который в Брешене находится очень безусловно, потому что вы знаете, что Брешен – это неизбежный свят в Брешене – но это, кажется, даже неизбежно. Еще один-довый птичный момент – это также «Инганни ведутиста», и она с бюджами, которая находится в Пяте Сотто-лане и с две более жильные брызги, которая пьяна на логе, видна на портику Пяте и по-на-молу, и, в 180 градусах, посвящая пяти портиси для Виала 10-го дня. В Пяте Корнете, в Китае, по-на-молу, в Пяте, доме, Бреси и Фрагиакомо, Титу и Луиги IX, в Рефуге у Пеккатурум, из-за этого нового дона, в фронте, на статую Мадонна, мы находимся в Киоге, рядом с Дуомом, и он живет в себе, и он, наверное, подчеркнулся на грязь, он очень интимный и очень глубокий. И, по-другому, наполетоану, с их видом, на острове, с этой светлой светлой, нитой, что радует на сцене, или сцене кампези, с Пализи и Микетти, с Ритома и Кампи, или Говно Пастолея, Конка Претта. Две спазы были длинными по две оперы. Одна, который был в момент из-за неожиданности, и другой был только в течение еды на рынке. Они очень интересные и очень рады. Первая, Нани, называется Рикреазион, то есть момент, феста, геоя, в районе венезий, где, наконец, с ним собраться от бутылок и вертоликами. И с ним, который был в атмосфере, очень легкий и фридент. Л'autre, invece, это прекрасный пик из Милеси, из петтёра венези, где есть этот молодой фрути-вендол, который пытается подходить эту девушку, который подходит на другую девушку, и на другую девушку, и на другую девушку, и, в смысле, она получила ровно. Но, конечно, она остановится на минуту, и мы видим, что-то, как бы, это, что-то, как бы, это подходило, по-моему, по-моему, это молодой фрути-вендолу, в Венеции, и, в конце, в конце, в конце 80-х. Субтитры сделал DimaTorzok Datata 1891, è uno dei primi divisionisti di Segantini E rappresenta le Alpi che lui molto amava, l'ingadina Dove la scena è focalizzata in primo piano in questo tenero quasi abbraccio Tra appunto la capra e il suo piccolo che si avvicina appunto per prendere del latte Ma è presente anche una figura umana, piccola e insignificante nello sfondo Perché di fronte alla enormità, alla maestosità della natura, una natura primigenia L'uomo diventa un nulla, è semplicemente un puntino all'interno di un macrocosmo E oltre a Segantini i grandi divisionisti presenti in Mossa sono Fornara, Morbelli, Longoni E un capolavoro di Pellizza a Volpedo Ben Brastan, che è un quadro della tarda attività del maestro E rappresenta questi lavoratori che a fine giornata sono letteralmente sfiancati Dal lavoro pesante nelle reglie Salle Piemontese L'uomo è sdraiato a terra, ha abbandonato i suoi strumenti di lavoro La vanga, la zappa Una donna allatta e quella centrale invece osserve in lontananza la ricerca di una compagna Divisionismo vuol dire una pittura stesa sulla tela con colore puro Intrecciato e sovrapposto per creare un reticolo proprio diviso, intrecciato Che in lontananza si ricompone in una fluida amalgama cromatica I divisionisti sono molto attenti alla ricerca degli impressionisti francesi E anche la ricerca dell'ottica Inventano una pittura moderna, una pittura d'avanguardia Che poi nel novecento darà vita appunto agli esili che conosciamo Si conclude con La Belle Epoque Si, La Belle Epoque è l'ultimo capitolo E' un capitolo che ci immerge in una Parigi degli anni 70, 80, 90, del 800 Che era il cuore pulsante della cultura dell'arte a livello europeo Un manipolo di artisti italiani capiscono che l'Italia, come dire, sta stretta E quindi emigrano Vanno nella capitale appunto europea dell'epoca E qui cambiano completamente stile Boldini che prima era macchiaiolo E che aveva prodotto dei quadri, si, dignitosi ma non sicuramente eccezionali Diventa uno degli artisti più ricercati a livello europeo Chi sono gli italiani parigi della Belle Epoque? Zandone Meneghi, con le sue scene galanti, estremamente raffinate Presente serata di gala O il tè, che è un pastello magnifico Che ci mostra, come dire, un rito della borghesia parigina dell'epoca L'incontro nei caffè per chiacchierare, per discutere Corcos, con un giovane Pierrot, dallo sguardo ambiguo Pierrot è la figura che fa ridere ma è triste dentro se stessa Infatti questo giovinetto è tutt'altro che felice Mancini, con il giovane menestrello che suona il violino De Nittis, con tre opere di carattere molto borghese La passeggiata ai giardini di Lussemburgo, a Parigi Con questa borghesia che, appunto, è intorno alla vasca d'acqua Elegantemente vestita Il pittore non manca proprio di sottolineare questi aspetti Un ritratto a pastello Perché il pastello? Perché gli italiani diventano amici di Tour de Lutrec Che è il grande pastellista francese E poi un quadro che era di proprietà di Angelo Rizzoli Leontini in canotto Che dà appunto il pasto alle anetre E l'ultima parete non poteva che essere dedicata al grande Giovanni Boldini Di cui ho scelto tre opere esemplificative Di tre momenti della sua attività artistica Il primo è La visita, un quadro del 1874 Un quadro del periodo Goupil Goupil era un grande mercante parigino Che assolda Boldini E a cui chiede quadri raffinati, aneddotici Di gusto anche rocaille francese E quindi Boldini rappresenta questa giovane donna Molto elegantemente vestita Che si sta cingendo ad entrare in un portone appunto Di un palazzo parigino Poi sulla sinistra c'è un quadro sorprendente Un pastello su setta Pensate fu esposto nel 1889 All'esposizione universale di Parigi E Boldini ottenne le tre medaglie d'oro E' un quadro importantissimo Che non si vedeva da molti decenni in pubblico Che è stato ripescato Ritrovato nei meandri del collezionismo privato E' il ritratto della contessa Maria Vittà Con queste sete fruscianti Questa morbidezza E questo movimento interno al ritratto Ecco questa è la novità di Boldini Un ritratto che non è più statico Ma è un ritratto che diventa dinamico E poi nel centro ci accoglie lei L'immagine simbolo della mostra La principessa Razzuil Una donna ricchissima Che aveva lasciato la Polonia Suo parigi d'origine Per andare a vivere a Parigi Queste donne vivevano una vita Abbastanza segregata Difficile sebbene ricchissime Vivevano in queste gabbie dorate Che erano i loro palazzi Dove dovevano rispettare un'etichetta Un modo di comportarsi estremamente rigido Quando potevano scappavano E andavano a trovare Boldini nel suo studio Per aprirsi come dei fiori Per togliersi questa corazza Che la teneva imbrigliata E mostrare di fronte all'artista Tutta la loro carica sensuale Tutta la loro femminilità E Boldini da gran maestro Riesce a entrare in sintonia Proprio anche celebrale Con l'emisfero femminile Che è eterna sulla tela Con queste icone moderne Boldini è il pittore Che porta alla modernità Grazie a tutti i nostri spettatori